Аргейм Рос. Солдатики. История и моделизм. Аргейм Рос. В прошлой части мы разобрали военно-политическую ситуацию в регионе, а теперь перейдем непосредственно к кампании ВАРа в Великой Германии, которая привела к битве в Кефтоборском лесу. В конце кратко поговорим о моделизме. Итак, в ряде статей и книг авторы изображают битву римлян и германцев, как поход легионеров в какой-то дикий лес, где на них набросились огромные толпы варваров и всех перебили. Насколько это соответствует реальности? Да не насколько. Римляне не только зашли в земли, которые для них уже были знакомы, но и нечеткое понимание, где они находятся и в какой стране римские владения, где обитают те или иные племена германцев. Но обо всем этом по порядку. Планы сторон. Попытаемся понять, что должен был делать Квинтили ВАР в Великой Германии. При ВАРе римляне не строили крепостей на землях за Рейном, а занимались сбором налогов, а точнее дани. Обычно римляне на захваченных территориях старались провести перепись населения и обложить на ее основе налогами. Собственно, они это уже сделали с рядом союзных германских племен, например, с фризами. В Великой Германии они усмиряли племена и оказывали поддержку союзникам, готовя плацдарм для создания римской провинции. ВАР надеялся при помощи Арминия получить поддержку племени хирусков и опереться в данном регионе на это племя. Собственно говоря, цель похода 9 года н.э. была именно в этом. Арминия пожелала стать вождем хирусков и германского сопротивления римской оккупации. Ему предстояло убедить в этом аристократию своего племени, а потом уже и соседних племен. Как мы говорили в прошлой части фильма, хируски могли выставить на битву максимум 8 тысяч воинов, а у ВАРа было 17 тысяч бойцов, при этом качество бойцов у римлян на порядок выше. Поэтому без союзников бунт одного племени был обречен на провал. В то же время искать союзников было опасно. В любой момент план мог рухнуть из-за измены. Армений сильно рисковал, но он осознанно пошел на этот риск. Вероятно, он не хотел быть марионеткой в руках римлян, либо понимал, что надвигается бунт, и лучше возглавить его, чем стать жертвой разъяренных сородичей. Напомню еще раз, что германские племена не представляли из себя монолитного общества или государства. Они могли бесконечно ссориться и евать друг с другом, заключая и расторгая союзы. И тут возникает вопрос, а как Армений смог стать влиятельным человеком среди варваров? «Приехал какой-то пацан из Рима, и давай рулить вождями, как детьми». Так не бывает. Попробуем разобраться в этом вопросе. Первое. Армений был представителем знатного и влиятельного германского рода. Второе. Его родня раскололась, и частью выступала за римлян, а другая за отделение от империи. Тех, кто был за войну, было больше, и Армений просто к ним присоединился. Восстание, видимо, готовилось до него, или как минимум сложились предпосылки к бунту. Армений просто смог возглавить недовольных римской властью германцев. То есть он не готовил все восстание в одного, а у него было уже много союзников и сторонников. Третье. А почему его вообще слушались другие вожди? У Армения был опыт службы в римской армии, и он предлагал реальные планы, которые могли привести к победе. При этом, в свои слова, он мог подпереть силой 500 отлично вооруженных и обученных воинов его конной аллы. Этот отряд состоял из хирургсков и был лично предан своему командиру. Ни у одного вождя в регионе не было столь прекрасных воинов. Четвертое. Личная харизма и умение выражать желания большинства помогли ему прийти к власти. Он давал им то, что они желают, а именно, свободу самоуправления в своих племенах и родах, а также право не платить налоги римлянам. Также он предложил конкретный план, как этого достичь. План был такой. Когда римляне пойдут в земли германских племен, то их нужно убедить стать лагерем в землях хирургсков. Это позволяло Армению лучше контролировать подготовку к бунту. Нужно было убедить Вара задержаться подольше в летнем лагере, чтобы выиграть время на подготовку и вызвать недовольство местного населения присутствием в войсках на их землях. Когда римляне начнут отходить на зимние квартиры за Рейн, следовало их атаковать объединенными силами германских племен, при этом требовалось завести легионы в засаду. Были и другие хитрые идеи в Армении, которые он с блеском реализовал. Одним из принципиальнейших вопросов в изучении битвы в Фифтобургском лесу является то, как мог такой хитрый политик, как Вар, так легко попасться на удочку. По сути, мальчишки Арминия. Простое объяснение, мол, Арминий умный, а Вар дурак, не подходит для нас. Все наверняка было намного сложнее. Причин успеха Арминия было, видимо, несколько. Итак, во-первых, Вар прибыл в качестве наместника в новую провинцию. Он был не один. Его сопровождали частично те, с кем он работал в Сирии. Даже сейчас смена власти сопровождается тем, что с ключевых постов часто снимают старое руководство и ставят лояльных новым правителю людей. Так формируется новая команда управленцев. Частью этой команды Вара был Арминий. Смещаясь в должностей старых легатов и гражданских чиновников, Вар частично лишался тех связей, которые они наладили в среде германской знати. По этой причине Вар остро нуждался в тех людях, которые ему эти связи наладят вновь. Таким человеком стал Арминий. Очень быстро оказалось, что он замкнул на себе ключевые контакты с германской знатью. И Вар стал зависеть от Арминии в этом вопросе полностью. Во-вторых, очень часто бывает так, что люди, похожие на Вара, привыкают брать от жизни все. К его возрасту ему уже неинтересны. Просто красивые девушки, готовы ради денег на все. Нередко даже сейчас чиновники и начальники такого уровня те еще извращенцы и выпилохи. И у них могут быть очень нестандартные представления о развлечениях и досуге. Арминий, проживший долгое время в Риме, наверняка участвовал в подобных банкетах, мог знать толк в этом. Он сразу понял, что нравится Вару, и дал ему это, тем самым заслужив доверие старого развратника. Он наверняка не просто участвовал в Оргиях, но и, возможно, организовывал их. Таким образом, он смог втереться в доверие к наместнику. В-третьих, наверняка были некие трения между представителями старого руководства и нового. Как говорили современники, события Вару было жадным до денег. И очень даже вероятно, что он начал распределять доходы так, что сильно затронул интересы коллег по опасному бизнесу, что вызвало взаимную неприязнь и недоверие друг к другу. То есть на момент похода Вар не доверял как минимум части офицерского состава в своих легионах, а, соответственно, не слушал их дельные советы. Этим очень грамотно воспользовался Арминий и втерся в доверие к римскому полководцу, который начал считать его своим другом. В-четвертых, как говорилось ранее, такие как Вар очень любят деньги и Арминий наверняка давал большие взятки своему боссу. Таким образом, Вар видел, что его истинным другом и опорой является Арминий. При этом Арминий всячески показывал Вару, что он представитель римской власти и культуры и не желает быть варваром, а значит, ему можно полностью доверять. И Вар купился на это. Итак, римская армия готовится к выступлению. 17-й, 18-й, 19-й легионы вместе с ауксилиями выдвинулись к Рейну. По оценкам современных исследователей, походная колонна могла достигать в длину от 19 до 21 километра. В день легионеры проходили по 26 километров. В конце пути строили укрепленный лагерь. Армия двигалась 3 или 4 дня, а потом сутки отдыхала. Римляне пошли по долине реки Липпе. Они пришли в постоянный римский лагерь Ализон. Там был склад, продовольствие и база римского речного флота. Римляне подвозили постоянные лагеря продовольствия по рекам. У них для этого был специальный речной флот с боевыми кораблями и грузовыми судами. Потом армия пошла в лагерь Оберадон и Анреппен. Римляне сменили стоящие там гарнизоны. Армия Вара в день потребляла около 40 тонн зерна, плюс еще корм для скота и другие продукты. Армия не могла существовать без отлаженного снабжения. Сеть баз, расположенных по рекам, позволяла римлянам без проблем кормить крупные воинские силы на вражеской территории. На местных вождей это, видимо, производило сильные, удручающие впечатления. Хотя некоторые видели в этих базах возможность для личного обогащения в случае их захвата. Армений принимал непосредственное участие в военных советах и давал дельные рекомендации римлянам. Тем самым он заручался уважением и доверием со стороны Вара. Варгимрус В Анареппене Вар заложил большую гавань для приема речных судов. Здесь собирались грузы, а потом по дороге они следовали за армией, движущейся в землях и руссков. В римском войске оставалось порядка 13 тысяч 500 воинов. Астаны находились в лагерях, чтобы прикрывать коммуникации по реке Липпе. Римляне намеревались после летней кампании вернуться этим же путем назад на Рейн, на зимние квартиры. Армия пошла к реке Везер. В землях и руссков они построили летний лагерь. Это было хорошо укрепленное место с крепостными стенами и башнями. Где был этот лагерь, до сих пор неизвестно. Чем занимался Варв все лето? Есть сообщения древних авторов, главный из которых Патер Кул, который говорит, что Варв вел себя распущенно, опрометчиво и считал, что варвары усмирены и опасности нет. Он вел судебные дела, пытаясь урегулировать отношения местной знати между собой и римлянами. При этом судил по римскому праву, игнорируя местные законы и обычаи. Это подрывало авторитет местной знати. Мне видится, что в оценке Вара по Терконам есть доля правды, так как племенная знать германских племен после общения с ним решила начать войну с римлянами. Что-то он делал не так, как надо. Видимо, заставляя местную знать признать законно Рим, делал это бескомпромиссно. Варв замыкал верховное правление этими землями на римского наместника. Теперь наместник мог приказать что-либо вождям или отменить принятое ими решение. При этом Квинтилево был алчным и за услуги в разрешении споров мог требовать слишком богатые дары. Если бы он был более умеренным человеком, как Друз, например, то римская власть вполне могла установиться в германских племенах между Рейном и Эльбой. Армений не дремал. Он успел бдительность Вара и стал давать ему советы, которые были губительны для армии. Он постоянно просил оказывать содействия вождям перешедших на сторону римлян. Для защиты поселений этих новых союзников, а также для охраны продовольственных обозов, римляне стали выделять своих солдат. При этом, как мне видится, отправляли в эти рейды в основном ауксилиев. Видимо, Армений убедил, что вспомогательные войска лучше будут действовать на пересеченной местности в случае необходимости. К тому же, это были воины союзники римлян, а не непосредственно легионеры, и командование легче соглашалось рискнуть этими людьми, чем гражданами легионерами. Подчеркну, что это было фатальное решение. У вара в походе ощущался недостаток легкой пехоты и кавалерии. Отправляя в рейды ауксилиев, он лишал легионеров в случае необходимости прикрытия от застрельщиков и кавалеристов. Грубо говоря, теперь римлян можно было просто перестрелять, не получая адекватного ответа с их стороны. Отряды римлян, которые уходили в лес якобы для помощи союзникам, исчезали в нем навсегда. Их просто вырезали, когда они думали, что находятся на дружественной территории. К тому же римляне занялись строительством дорог и мостов. Они небольшими отрядами уходили довольно далеко от лагеря. При этом Армения точно знала, сколько и куда пошло легионеров. Сам Армений постоянно выезжал со своим отрядом кавалеристов якобы на разведку или по другим делам. На самом деле его воины приближались к римским солдатам, когда они строили мосты и дороги и нападали на них, убивали всех. Потом это выставляли как нападение врагов. Такую резню Армений проделывал не раз. Тем самым Армений уничтожал врага по частям и выбивал именно те подразделения, которые ему могли помешать выполнить его план по разгрому римской армии. Помимо этого в лагерь Кваро стали приходить вожди союзных германских племен с сообщениями, что воинственные ангревары и бруктеры совершают нападения на их земли. Внимательнее посмотрите на карту. Тут жили эти племена. Они на самом деле были уже союзниками Армении и сообщения об их нападениях на землях и руссков были ложны. Армений просил начать военные действия против этих восставших племен. При этом докладывал полководцу, что он разбил очередной отряд бандовщиков. Сила вора таяли, а он даже и не знал на сколько. При этом у него складывалось ощущение, что на севере находятся мятежные племена и их нельзя оставить в зиму без наказания за убийство римлян и их союзников. В этот критический момент в лагерь римлян пришел тесть Армении Сегест. Он возглавлял проримскую фракцию среди хирургских вождей. Произошло то, чего боялся Армении больше всего. Родственник рассказал вору о готовящемся заговоре и о засаде, которая ждет его войска, если тот пойдет на север. Вар выслушал Сегеста и не поверил ему. Надо признать, что и не казнил его, а отпустил. Если этот эпизод реально был, то Вар не сумел расколоть Армении, что для опытного карьериста довольно странно. Вполне возможно, что Сегест, попавший в плен к римлянам через 6 лет, просто выдумал этот разговор, а позднее римские авторы уцепились за это сообщение для очернения Вара. Возможно, были еще какие-то обстоятельства, из-за которых Сегесту не поверил Вар. Например, Вар был пьяным в разговоре, а проспавшись просто забыл про него. Лично мне не особо верится, что опытный интриган Вар просто игнорировал сообщение об измене Армении. Хотя постоянные пьянки могли притупить бдительность и такого хитреца. В то же время у Армении все шло по плану. Ему удалось продержать противника в лагере столько, сколько ему было нужно. Потом Армении убедил Вара, что есть племена, которые враждебны Риму. Он убеждает штаб, что нужно отход на зимние квартиры совместить с карательной операцией на севере. Сам Армении вызвался собрать под свое начало войско хирурсков для поддержки легионеров в войне с Ангреварами и Бруктерами. Вар ему дает добро. Армении теперь может не скрываясь собирать свои войска. 7 сентября Вар приказал разобрать летний лагерь и выдать войскам жалование. Платили легионерам медными монетами, на одной стороне которых был лик императора, а на другой наместника, в данном случае Вара. В Тевтобурском лесу монет такого типа нашли уже порядка 200 штук. Раздача денег войскам была сделана, чтобы подбодрить солдат перед предстоящим походом. Но это стало и роковой ошибкой. Кто решил раздать жалование мне неизвестно. Если это посоветовал Армении, то это был гениальный ход с его стороны. Теперь каждый воин в римском войске имел деньги. Убив такого легионера германец получал приличную сумму, не считая трофеев в виде имущества и оружия. Армению стало гораздо легче убедить своих воинов и союзников драться с врагом по всей боевой линии и до конца. В противном случае, что мешало например отряду бруктеров напасть на самого Вара, разбить его отряд, взять казну и уйти в лес. А так у каждого легионера были деньги на руках и имел смысл убить их всех. Чтобы вы лучше понимали как движется армия в походе, я нарисовал схему движения трех римских легионов Вара с ауксилиями и гражданскими. Они выходят из лагеря постепенно вытягиваясь в колонну. За день они идут 6 часов и преодолевают 26 километров. После этого они начинают строить лагерь. На это у них выходит не меньше трех часов. Сначала выставляют боевое хранение на случай внезапно таки врага. Потом размечают лагерь. Рубят в лесу хворост. В ближайшем поселении ищут еду. Если в поле у крестьян есть урожай, то его собирают. постепенно армия втягивается в новый лагерь и отдыхает. Обращу ваше внимание еще раз, что армия на марше это длинная колонна. Такие вот реконструкции в корне неверны. Развернуть боевой строй и идти в таком построении было невозможно в лесу. Войско пошло в поход. В конце дня, когда строился ночной лагерь, на военном совете было принято решение, что армия удалится из войска и отправится контролировать выдвижение отрядов херуссков. Вместе с ним из лагеря ушла четверть кавалерии. При этом было оставлено несколько человек, проводников, чтобы везти легионеров в земли врагов. На практике они вели их в ловушку. Аргим Русс. Восход над дремучей Европой олеет. Дорога бежит под тенистой аллее. От Серого Рима по варварским странам. На борт Атлантического океана такого парада припомнить едва ли. Сто тысяч плетенных ременных сандарий. И тысячи кованых конских копыт за пылью померкшее солнце дрожит. Хоругви античности чудо-знамена качаясь вплывут над рекой легионов. Железная поступь железных когорт великой державы надежный оплот. Их помнят красотки Пальмиры зеленой и дочери Галии и Альбиона. Иберия Самни ну кто там еще склонитесь под римским коротким мечом. И восемь столетий силены и едины солдаты Италии непобедимой. Порядок и разум на копьях несут пусть царствует сила и сильного суд. И сумрачный лес расступается в страхе умолкшие звери притихшие птахи сбивают принципы ногами разум а также обыграть бытовые моменты из жизни легионеров. Многие реконструкторы считают что щиты на марше носили на ремнях за спиной. Если честно мне этот метод тоже казался разумным решением. Но это оказалось не столь однозначным. Если пройти марш на 25 километров с щитом на спине то он будет тереться у доспехи. К концу дня кожаный чехол щита вес раздирается о железке. Повреждения получает и сам щит. Если щит таскать так долго то он протрется до дыр. Обратите внимание еще на один момент. Представьте что воин вот так экипирован. Щит привязан ремнями к спине. А если на колонну напоет враг то как можно будет привести щит в боевое положение. Очевидно что с этим возникнут проблемы. Эксперимент реконструкторов с канала Легио показывает что щит вполне можно долго нести в руке либо подвешивать на ремне и нести с левого бока. Нужно минимизировать трение щита по доспехе. В случае опасности им можно незамедлительно воспользоваться. Так что примерно вот так выглядел легионер на марше. Рекомендую подписаться на этот канал чтобы узнать побольше полезной информации о ремской армии. Как только вышли из лагеря первые отряды на них напали германские воины из племени бруктеров. Они делали наскоки и не стремились связываться в долгий бой. Майкл Макнелли пишет что навряд ли германцы использовали много дротиков в бою так как они были дороги и у каждого воина могло быть вообще только по копью и щиту. Тут я не соглашусь с автором. Дротики конечно были дороги но не до такой степени как мечи их можно было заготовить много. К тому же не обязательно делать наконечники только из металла вполне можно сделать деревянные наконечники подсушенные на костре. Их эффективность низкая но и производство ничего не стоит. Германцы нападали на колонну и заставляли врага вести бой отража атаки и слева и справа. Тем самым легионеры строили три ряда против атаки справа и три ряда против атаки слева. В центре оставался обоз который они прикрывали. Застрельщики подбирались врагу поближе и метали дротики навесом поражая не тех кто стоял к ним лицом и прикрывался щитами а легионеров которые были к ним спиной и отражали атаку с другого направления. Деревяшка доспехи не пробьет но если вонзиться в руку ногу то причинит рану. Дротик можно было и отравить вымазав грязью или нечистотами. Хотя мне видится что большинство дротиков были нормальными с остальными наконечниками. Все же основная тактика партизанской войны в лесу это массированный обстрел врага и отступление а не рукопашный бой. Кому же надо понимать что германское ополчение имеет мало доспехов. Бросаться с голым пузом на бронированную пехоту сохранившую строй это самоубийство. Не готовя германцев к восстанию Армении наверняка сделал ставку на дистанционный бой. Римляне понесли потери в боях 8 сентября в основном ранеными что подтверждает мою версию. При этом служа в римлян Армении четко знал эту слабость легионеров. Он наверняка слышал как за 60 лет до этого 40-тысячная римская армия была наголову разбита парфянской кавалерии использующей луки. При этом парфяне сделали запасы стрел для боя и воины из расходов боекомплект отходили к обозам пополняли колчаны стрелами и шли опять сражаться. Армении мог это тоже учесть и сделать большие запасы дротиков и стрел для своих воинов. Зугубляя положение римлян пошел проливной дождь размыша дорогу. Но как бы там ни было они смогли построить в ночной укрепленный лагерь и засели в нем. На военном совете решили ждать подхода отрядов Армении. Для легионеров в боях на пересеченной местности критически важно прикрытие из легковооруженных воинов, которые эффективнее сражаются в лесах. Поэтому Вар ждал, что его друг Армении сейчас приведет в лагерь легковооруженных хирургстов и все наладится. Утром 9 сентября из лагеря вышла разведка. Как на север, так и на юг к армении хирургстов. Разведчики севера вернулись и доложили, что на несколько километров впереди нет врага. Но дорога размыта и телеги идти быстро не смогут. С юга разведка не вернулась. Римляне 9 сентября еще ждали улучшения погоды, но тщетно. Мойска союзников так и не прибыли. Ивар, видимо, догадался, что Армении предал его. К тому же поставки продовольствия в войско шло с юга. Армении перерезал подвоз еды кремлинам. В таких условиях ждать было нечего. Началась подготовка к ускоренному маршу. Почти все повозки были сломаны. Артиллерия порушена. Дротики от баллист розданы солдатам и некомбатантам. Видно, что армия испытывает нехватку метательных снарядов. Это косвенно подтверждает, что они вели интенсивный стрелковый бой. Раненых, которые не могли идти, оставили в лагере. Варф приказал новых тяжелораненых не подбирать, а добивать на месте. Сам лагерь решил не снимать, а идти и строить новый лагерь из подручных материалов. Этим они хотели выиграть время, так как враг быстро бы заметил, что римляне стали сворачивать лагерь. Все эти меры привели к тому, что колонна сократилась в длину на 3-5 километров. Возросшая мобильность давала шанс на успех, но моральный дух солдат стал падать. Никто не хотел попасть в плен германцам, которые любили убивать пленников, расчленяя их. Видимо, солдаты просили своих товарищей в случае ранения не бросать их и зарезать, не отдавая в руки врагу. Покладу погрузили чтобы они не звенели. 10 сентября в полной тишине армия начала выдвижение из лагеря. Колонна вошла в лес. Дорога была сильно размытой и при этом германцы повалили много деревьев на нее, чтобы затруднить движение. Варвары поначалу не предпринимали серьезных атак. Лишь изредка нападали и вели дистанционные бои. Гремляне неумолимо шли вперед. Но вскоре бои стали более интенсивными. Командование практически утратило управление всеми войсками, так как гонцы не могли скакать вдоль дороги. А по лесу двигаться было самоубийственным дело. Варвары все яростнее вступали в бой. В полудню передовые части вышли из леса. Казалось бы, удача начинает клониться в сторону римлян. Миконеры построились, в боевые порядки стали ждать выходящих товарищей с лесной дороги. Они их прикрывали. Конники провели разведку и нашли холм, на котором можно разбить лагерь. Дождь все шел. Измученные легионеры выходили из леса и начинали строить лагерь. Это были настоящие ветераны и профессионалы военного дела. Лагерь был возведен. Войска отошли за его укрепление и расположились на ночлег. К ужасу Вара из проклятого леса вышла только треть его армии. Состоялся военный совет. Двоих из трех легатов командиров легионов на нем не было, так как они погибли. Присутствовал на совете командир кавалерии Нумони Вала. Вар приказал ему собрать всех еще годных конников и выступить на север. Отклониться как можно дальше от мест возможного нахождения врагов и выйти к племени фризов, которые были союзниками римлян. Оттуда следовало ему привезти подмогу, а также послать вестников на Рейн с известием о восстании и бедственном положении армии. Но насколько этот план был реализуем? С учетом того, что они сломали все повозки и тащили еду на себе, можно предположить, что у легионеров было относительно небольшое количество еды. Остается под вопросом, сколько недель они могли сидеть в осаде. Не стоит отрицать, что Вала мог убедить Вара, что он приведет помощь из союзных германских племен, а в реальности просто решил сбежать из армии, терпящей поражение. Вар, видимо, находился в сильно подавленном состоянии, и Вала сумел его убедить, что его отряд есть последний шанс на выживание армии и самого полководца. Квинтили Вар дал согласие на прорыв в кавалерии из лагеря. Итак, Вала со своими людьми скакал на север, и его было видно, так как там не лесистая местность. Легионеры из лагеря смотрели за удаляющейся надежды на помощь, как вдруг из леса справа показалась целая туча кавалеристов. Они мчались на свежих конях и догнали небольшой отряд римлян. Еще мгновение все было кончено. Это была кавалерия самого Армения и Херусков. Надежды больше не осталось. Варгим Русс. Ввиду этой атаки кавалерии Армения, давайте поговорим о тактике германцев. Это предположение авторов данного канала, но нам кажется, что в них есть зерно истинное. Два дня римляне подвергались нападениям из засад. Кто на них нападал? В первый день боев это были союзники Херусков. Ангревары имели около пяти тысяч воинов, а Бруктеры восемь тысяч. Это примерно столько же, сколько было римлян на начало боев. Армения вел Херусков и закрывал возможность для Вара повернуть назад и прорваться к долине реки Липпе. У него было около восьми тысяч воинов. Чтобы вам было более понятно, о чем идет речь, я нарисовал схему битвы в Тевтобурском лесу. Это именно схема битвы, а не карта. Не нужно продираться к изгибам леса или полям. Что я тут изобразил? Вот здесь был летний лагерь. Римляне прошли на север. Прошли 26 километров поставили новый ночной лагерь. Армений из него по приказу шел за отрядом союзников. На следующий день они пошли в поход и были атакованы из леса. Нападения не носили массированный характер. Их, видимо, тревожили застрельщики. Рукопашные схватки случались нечасто. Римляне прошли дневной путь и встали лагерем. Именно отсюда вар послал гонцов к Армению, надеясь, что он идет с войском, союзников следом за римлянами. На следующий день войска продолжили движение на запад по дороге и подверглись атакам врага из леса. Они пробились с трудом до поляны и построили новый, последний свой лагерь вот здесь. Потом они пошли еще дальше и вот тут был решающий бой. Мы отметили для себя участки битвы. Что делали германцы? На этом этапе они выдвинули отряды легко вооруженных застрельщиков и предприняли тревожащие нападения из засад. Вели дистанционный бой. Это были союзники Армении. В это время основные силы готовились к бою вот на этом отрезке местности. Что они делали? Однозначно они построили свой военный лагерь, а точнее лагеря. Ополчения племен подходили к месту битвы заранее и ждали выдвижения колонн римлян из летнего лагеря. Может они там стояли с неделю, кто знает, а может и больше. Скоординировать более точно движение войск в то время было невозможно. Германцы находились в лагере и ждали вестей от Армении. Возможно что свой лагерь они разместили на базе какого-то небольшого поселения в этих лесах. Туда доставлялась пища и вода. Соответственно там должна быть какая-то дорога, а не глухой лес. Чисто теоретически подходит для лагеря место рядом с дорогой у Калькристского холма. Получив весть о выдвижении врага из летнего лагеря, германцы направили легковооруженных молодых людей для начала боя, а основные силы пошли вот сюда. Тут они должны были построить еще один пусть временный но лагерь. Не могли воины просто сидеть в лесу да еще и под дождем. Им нужно было готовить пищу, сушить одежду и спать. Времяное ополчение делилось на еще более мелкие части под руководством своих вождей. Каждый из них получил свой участок для атаки и подготавливал этот участок. В первый день боев как я уже говорил германцы сразу с двух сторон дороги так как это было наиболее эффективно. Обратите внимание что римляне вытянуты по дороге а германцы могут посредоточить на конкретном участке местности значительный численный перевес. Разберем примерную тактику германцев на второй день боев. Они могли атаковать колонну сразу в нескольких местах но постепенно. Допустим атаковали здесь не основными силами останавливали движение врага а тут римская колонна все равно продолжала идти. Получается разрыв колонны второстепенные отряды могут принять еще одну атаку вот здесь тем самым происходил разрыв колонны и отделение от нее небольшого отряда. Потом основные силы бьют по этому отрезку колонны здесь уже создавался подавляющий численный перевес и германцы после интенсивного обстрела шли в ближний бой. Давайте подробнее разберем как шла атака германцев на римлян. Казалось бы бронированные римляне должны были бы легко расправиться с противником на вооружении которого были дротики и копья а из защитного снаряжения почти у всех только щиты. Обращу ваше внимание что у знатных воинов и дружинников вождей боевая вуечка и оснащение не уступали римлянам и имели даже ряд преимуществ но их было немного счет шел на сотни но может на все войско тысячи плюс-минус как я уже сказал германцы отрывали от общей колонны куски настраивая мелкие наскоки или же при помощи завалов из деревьев но даже отставшие от основных сил регионеры представляли серьезную боевую силу в первый день боев варвары не вступали в рукопашный бой только засыпали римлян дротиками стрелами причиняя тем самым большие потери в личном составе именно ранеными состояние этих самых подранков на второй день боев только ухудшилось а уцелевшие легионеры были физически вымотаны именно на второй день германцы начали переходить к рукопашным схваткам но это все еще не была классическая киношная атака с голой жопой да с разбега на счетовой строй бронированных ребят все было сложнее и интереснее сначала молодежь налетала на строй легионеров не вступая в ближний бой метала в них дротики и обстреливала из луков противостоя им римляне выматывались и получали ранения если бы это было полевое стандартное сражение то легионеры провели бы замену рядов вперед вышли бы свежие бойцы вы видите как это делают реконструкторы на учениях в своем клубе на узкой дороге меняться римлянам было просто не с кем из расходов свои дротики легионеры в лучшем случае метали в противника подобранные германские дротики зачастую они просто стояли и прячась за щитами принимали удар за ударом при этом дротик пробивает щит и рано или поздно причиняет ранение незащищенным доспехом рукам ногам ауксилии в число которых входили лучники прачники и метатели дротиков имелись войски в малых количествах их присутствие в бою подтверждено археологическими находками свинцовых пуль от пращей напомню что пращу германцы тогда не использовали то есть это явные следы присутствия ауксилии в бою причем в районе Калькристского холма но еще раз подчеркну что их было критически мало измотав римлян и израсходовав дротики и стрелы молодежь откладила в сторону так малоценные в боевом смысле бойцы причиняли противнику существенный урон и только после этого в бой вступали их старшие братья и отцы они были свежими перед их глазами только что их дети и братья погибали получали ранения от дротиков римлян мотивация у отцов была высокой в бой не шли смело с яростью и важно что сохраняя боевой строй на узких участках стояли дружины вождей дружинники и так ничем не уступали легионерам а тут им еще противостоял израненный измотанный противник к тому же еще и морально подавленный поэтому с большой долей вероятности римская линия прорвалась именно там где атаковали вожди со своей братвой прорвав строй противника они помогали ополчению превратить битву в бойню некоторым римлянам удавалось прорвать строй варваров но понимая безнадежность ситуации они пытались спастись в лесу но попадали в окружение германской молодежи которая уже успела перевести дух и отдохнуть обессиленные и не умеющие биться вне строя римляне в лучшем случае погибали с оружием в руках в худшем попадали в плен прорваться и уйти в лес оторвавшись от погони удавалось немногим подкрепление к римляне подходило уже как правило слишком поздно или вообще не подходило германцы убивали врагов брали трофей и уносили с поля боя своих раненых и убитых они уходили во временный лагерь там отдыхали и ели после этого снимались и шли в основной лагерь вот сюда мне видится что вождям будет сложно организовать еще одно нападение этими же воинами к тому же подчеркну что им надо к вечеру дойти до основного лагеря и дотащить туда трофеи а также своих раненых и убитых в основном лагере германцы складывали свою поклажу проводили необходимые ритуалы связанные с погребением павших а потом отдыхали до следующего утра оказывалась помощь раненым примерно так действовал каждый из многочисленных германских отрядов последующие атаки на римскую колонну проводили уже свежие подразделения варваров постепенно в лагерь прибывали все новые и новые отряды германцев пока все войско не собралось вместе при этом хируски перекрывали возможности отхода римлян на юг вполне возможно что часть хирусков тоже участвовала в боях выдвинувшись по лесным дорогам в обход колонны римлян и нанося по ним удары например с тех же позиций с которых их атаковали с утра их союзники в противном случае Армению было бы сложно удержать своих воинов в подчинении так как они рвались в бой за добычей после атаки хируски видимо отходили в свой лагерь который они разбили с тыла римлян когда легионеров загнали в их последний лагерь у германцев расположение сил было таким а тут стоял лагерь союзников а тут лагерь хирусков утром войска вышли из этих лагерей и заняли позиции в лесной зоне согласно заранее определенному плану обращу внимание что поначалу на римлян в последний день боев никто не нападал вполне возможно что германцы только выдвигались к своим позициям и римлянам удалось проскочить без боя хотя бы часть пути каждый отряд германцев точно знал куда ему идти и какие занимать позиции эти напомню что управлять полководцу племенным ополчением в лесу было невозможно приказы войскам были доведены еще до выдвижения с лагеря и каждый отряд шел к намеченной цели и действовали самостоятельно согласно боевой обстановке стараясь придерживаться общего плана ленин нападения растянулось на более чем 6 километров ближайшие позиции к лагерю римлян заняли хируски в противном случае их союзникам пришлось часа два продираться через где чтобы их занять кавалерия германцев была здесь лучшие бойцы вот тут они закрывали выход из леса возле калькарийского холма хочу отметить что римляне шли по дороге иногда в фильмах против табурскую битву рисуют сцены как римляне пробираются через какую-то чащу или тропу в лесу нет это была именно дорога ее германцы частично завалили подрубленными деревьями чтобы удобнее было нападать на противника и разрывать колонночасть при этом надо понимать что сами германцы двигались не по дороге а по лесу продираясь через деревья и кусты что значительно увеличило дистанцию их перемещения и снижало скорость вполне возможно что параллельно основной дороге в лесу шли еще малые тропы второстепенные дороги позволяющие германцам маневрировать к тому же им не требовалось строить лагеря как римлянам так как они уже были сделаны до этого а рабы и женщины им готовили пищу германцы отходили в эти лагеря после кровопролитного боя как говорится могли прийти отдохнуть после трудового дня ряде фильмов постоянно отмечается что римляне уставали а германцы нет так как они были на своей земле и привыкли к дождливой осенней погоде но это полнейшая глупость как бы человек хорошо не оделся но сидеть в осеннем лесу во время дождя не имея возможности укрыться от него просушиться и приготовить горячую пищу не может ни один нормальный человек воины просто обессилят или даже заболеют по этой причине германцы имели лагеря для отдыха и не стоит думать что они были дикарями сидящими сутками в мокром лесу без еды и чувствующими себя прекрасно как будто они всю жизнь так и живут римлян должен не стоит рисовать идиотами ходящими в сандалиях и футболках зимой и летом одевались легионеры согласно погоде были у них и штаны и ботинки с теплыми носками на месте битвы ученые нашли остатки сандалиев легионеров это не значит что воины ходили в них в любую погоду вполне возможно что они имели два комплекта обуви для лета и для зимы носили не только тунику но и плащи могли еще что-нибудь под них пододеть то есть по теплой влагозащите они не уступали местным племенам проблема у римлян была в добычах вороста для костров из-за атак варваров мерзли они и теряли силы от того что враги не давали им нормально организовать походно-полевой быт а не от того что природа якобы помогала германцам давайте разберем последний бой армии вара легионеры сидят в лагере еда еще у них есть но с дровами проблема их банально мало и они мокрые воины промерзли и кое-как просушились всех одолевает уныние они видели огромные потери в армии стоны и крики раненых наполнили весь лагерь хоть и был приказ не подбирать раненых но часть из них все же уцелела в этой бой не добралась со своими отрядами страх подкрался в душу даже ветеранов и сырка надежды на помощь была жестоко затушена когда кавалеристов валы просто вырезали всадники Арминии но все же это были ветераны и они готовились подороже продать свои жизни врагу все понимали что плена не будет и их ждет мучительная смерть германцы знали толк в пытках любили это делать легионеры готовились принять последний бой а что делал вар гибель отряда валы привела его в полное уныние и осознание того что битва проиграна и шансов вырваться живым у него нет он попросил своего коммергенера помочь ему совершить самоубийство он по римскому обычаю бросился на меч точно так же убил себе его отец после разгрома войск помпианцев в гражданской войне для римлян подобная смерть была почетной римская сепука однако не только самураи вспарывали себе животы в случае бесчестии или неудачи к примеру вара последовал еще ряд командиров их похоронили в лагере надо полагать что такое поведение полководца сильно опустило моральный настрой и веру благополучный исход похода у легионеров войско осталось без предводителей командование на себя взяли два префекта лагерей Луци Эгий и Цейони они выбрали следующую тактику до рассвета все кто еще мог идти выступают в поход таких оказалось около 4 тысяч раненых снова бросили в лагере на растерзание врагу многие из них кончали жизнь самоубийством или просили добить их это было страшное и удручающая картина легионеры шли налегке почти без обозов археологи на поле боя в наши дни нашли колокольчик от мула в котором было забито тряпье чтобы он не звенел видимо все же какое-то количество животных они с собой тащили поначалу их никто не тревожил это было неспроста там была видимо открытая местность и у Армении был свой план как это можно использовать но про это расскажу чуть позже когда легионеры вошли в лес то они не стали расчищать завалы как это было положено по уставу чтобы очистить дорогу для обозов они просто огибали препятствия так как войске не было повозок это не вызывало никаких проблем первой колонной командовал Эгий практически без проблем легионеры дошли до подножия Калькарийского холма и тут они увидели что дорога снова уходит в лес и слева она укреплена валом из прутьев и земли легионеры решили не идти в лобовую атаку на укрепление и попытались обойти их повернув влево в лес но местность не позволяла им двигаться по этому пути видимо были сильные засеки в лесу германские застрелечки не подпускали римлян чтобы разобрать их легионеры вернулись на дорогу римляне решили атаковать германские укрепления так как они перекрывали возможность для нормального движения армии варварские укрепления были слева от дороги а справа болото своеобразные фермопилы тефтобургского леса легионеры показали все свои умения шли в атаку построившись черепахами потом фланги развернулись и начали метать дротики по врагу первые ряды черепахи построили своеобразную живую насыпь из своих тел и щитов по которой бойцы задних рядов пошли в атаку они пытались топорами разрубить изгородь но это получалось плохо им все же удалось захватить небольшие участки но германцы держали стойко легионеры поняли что шансов пробиться у них нет они отступили места этих прорывов будут найдены современными археологами колонна идущая за авангардом несколько отстала так происходит всегда заминка в задней колонне хотя бы на 10 минут дает сотни метров отрыва на местности к тому же в колонне видимо шло много раненых которые не могли бодро маршировать цейоний вел своих людей когда уже взошло солнце дав возможность отойти от лагеря последним легионерам на несколько сот метров армения дал сигнал к атаке здесь открытая местность уже играла на руку германцам пехота германцев вышла из леса и построившись пошла в атаку римляне перестроились приготовились встретить врага но в этот момент у них в тулу показалась кавалерия варваров шансов устоять у них не было строй был смят началась бойня остатки римлян прибежали в лагерь и на север к ушедшему авангарду те кто закрылся в лагере вскоре были окружены хирургскими начались переговоры видимо римляне сдались на условиях сохранения жизни но германцы войдя в лагерь и обезоружив врагов убили всех они выпадали у пленников где похоронен вар тело выкопали и отрезали голову вполне возможно что арминий скакал вдоль рядов своих воинов с отрезанной головой вара и подбадривал их а потом повел свое войско добивать римлян у калькористского холма отряд эггия не мог пробиться через укрепление тогда к нему прибыли беглецы из разбитого арьергарда стало очевидно что времени на правильную атаку больше нет было принято единственное верное решение легионеры устремились по дороге стараясь не обращать внимания на обстрел со стены видимо им путь преграждал большой отряд варваров который они сумели прорвать небольшое число бойцов вырвалось из этого ада и побежали по дороге как кто был ранен отставали их догоняли преследователи бойцы которые сохранили силы смогли оторваться от преследователя и уйти по дороге далеко от места битвы за ними однозначно погналась конница Армения и выловила многих из них но те кто был поумнее смогли организоваться и свернуть с дороги не дожидаясь поляристов врага продираясь через леса по дорогам нападая на поселения германцев отбирая в них пищу они смогли выйти к своим краям скольких было неизвестно но они принесли весть о разгроме армии вара из их слов мы знаем сейчас как шли те бои кто командовал и чем все закончилось потеря Римна составили три легиона это примерно 13 тысяч человек большинство гражданских которые были в войске тоже погибли их было около 4 тысяч в документальном фильме против Табурскую битву говорится что многих гражданских Армении взял в плен для продажи в рабство Майкл Макнелли про это ничего не пишет солдат германцы убили всех при этом они практиковали не просто убийство но пытки так офицеров приносили в дар богу войны ватану их притаскивали на алтари и расчленяли останки использовались в религиозном ритуале реально в плен было лучше не попадать все эти зверства германцы совершали в честь бога войны ватана на канале Клим Жуков вышел фильм о германском язычестве и про жертвоприношение богу Одину скандинавский бог Один вобрал в себя как более древнего ватана так и других божеств германского пантеона богов языческие культы викингов это продолжение религиозных практик древних германцев посмотрите этот фильм по ссылке в конце этого видео язычники германцы считали что мир это дерево игдрасиль его корни это преисподня ствол это мир людей а крона мир богов чтобы принести жертву богам и доставить ее к ним максимально быстро требовалось убить ее на дереве дерево в религиозных представлениях германцев было связующим мостом мира людей и потустороннего мира отсюда корни таких обычаев как повешивание людей на дереве прибивание людей к деревьям те же корни были и у обычая накалывать на копья младенцев и головы врагов и бегать с ними по полю боя или по вражескому поселению ведь для верующего германца древко копья было прообразом мирового древа и закрепляя жертву на нем они думали что сразу же радуют бога войны дарами и благодарят его за победу причем такие обычаи проводились и в мирное время отправляли к богам по жребию одного из общинников ежегодно во многих поселениях викингов наверняка так же было и у древних германцев это было почетно жребий тянули даже конунги и члены их семей в пятнадцатом году римляне придут на место битвы и ужаснутся представшими перед ними картинами боя пыток и смерти они все это опишут и захоронят павших воинов с почестями напомню что это не просто дань уважения они верили в то что если погребение прошло не по установленному обряду то человек не сможет жить в загробном мире а его душа будет обречена на вечные муки обращу внимание что когда римляне перезахоронили своих павших они осквернили германские дары богу ватану это видимо сильно оскорбило германцев возможно что они тут же осквернили римские захоронения как только легионеры ушли из этих мест чтобы отмстить за осквернение даров ватану каковы были потери германцев их сложно оценить но в любом случае они были большими особенно у союзников Армения те русские по сути добивали уже сильно потрепанных римлян а вот союзники вынесли всю тяжесть боев мы знаем что враги были полностью истреблены наверняка много римских воинов погибло пытаясь спастись бегцам с поля боя бегущие потерявшие строй воины становились легкими жертвами в битве при Каннах погибло примерно 50 тысяч римлян и всего 6 тысяч воинов ганнибала переносить потери с одной битвы на другую не совсем корректно особенно если они имели разный характер боя иную экипировку и подготовку участников гадать не будем на поле боя уже нашли несколько захоронений легионеров возможно будут найдены места погребения германцев и тогда можно будет заняться оценкой их потерь с научной точки зрения а не играть в угадайку традиционная рубрика для нашего канала давайте посмотрим на поле битвы современного спутника наберите в поисковике Калькрызе музей и вас выведет на вот это место поглядим со спутника вот вот два поля это именно то место где римляне приняли последний бой у полевых укреплений германцев вот тропинка для туристов фото из музея взятые из книги а это вид сверху на эту же дорожку вот она идет здесь нашли полевые укрепления германцев после изучения ученые воссоздали эту стену и вы можете на нее поглядеть пустимся чуть вниз до селения Швагасторф на месте этого современного поселка был последний лагерь римлян на всем этом пространстве и до него археологи находят многочисленные следы битвы одних только монет того исторического периода нашли 1800 штук из которых 200 отпечатаны с изображением Вара как правителя провинции о чем я уже говорил нашли археологи стальную маску в виде лица использующиеся видимо при каких-то церемонии легионерами возможно этот лик носил аквилифер эта маска стала символом музея в Калькризе место битвы за 2000 лет сильно изменилось на севере уже нет болота тут вообще проложили канал Тевтоборский лес находится чуть в стороне от современной дороги поизучайте карту Найдите реки Липпе и Везер например от места последнего боя до римского лагеря Литера где стоит современный город Ксантен около 140 километров по прямой представьте сколько нужно было усилий чтобы выжить тем римлянам которые ускользнули от бойни в лесу вот он лес это потомки тех деревьев которые укрывали войска германцев той битве Аргимрус Армений отрезанную голову Вара отправил Марабоду вождю маркоманов зачем это было сделано не ясно это мог быть призыв присоединиться к нему или угроза Марабод переправил голову Вара в Рим тем самым показав лояльность к империи если вам интересно как развивались события дальше и какова была судьба Армении пишите комментарий и мы сделаем про это еще один фильм поговорим немного о моделизме в данном случае я расскажу о наборах военноисторических миниатюр на армии римлян и германцев начнем с римлян в 72 масштабе их делают многие производители военноисторических миниатюр выбор огромный особо хочется отметить фирму Лайнер вот этот набор относится именно к битве в Тевтобурском лесу фигурки изображают бойцов штурмующих укреплений германцев обратите внимание что у воинов на ногах обмотки из ткани такие же обмотки на руках посмотрите на реконструкторов римского вооружения такая деталь одежды у них есть щиты как раз именно на начало первого века нашей эры когда у овального скутума срезали вверх и низ это копия щита из музея в Калькризе скутум еще не стал классическим прямоугольным щитом римской империи но приблизился к нему в наборе нет ни одного воина в лорике сегментате это неправильно они тогда уже стали появляться и использовались наравне с остальными моделями защитной экипировки лайнер готовится выпустить еще один набор на римлян но видимо это будут сцены боя пока известно что в него войдут вот такие фигурки лайнер делать еще и модели гражданских и римский транспорт можно прикупить его и получить мулов для легионеров и повозку с быками легионеры от звезды российская компания выпустила два набора на римских легионеров на данный исторический период набор 8043 римские имперские легионеры нижние фигурки позволяют построить из римлян боевое построение черепаха их можно использовать как для варгейма так и для диорамы например штурм плетеных укреплений у калькаристского холма проблема данного набора является наличие щитов более позднего периода их нужно будет заменять укреплений набор италии звезда римская пехота это солдаты времен похода в цезаря тут есть конная фигурка командира которую можно использовать в играх и диорамах звезда сделала и римские вспомогательные войска их можно использовать на этот исторический период неплохие легионеры есть и у цезарь миниатюр но у них нужно будет менять щиты перейдем к наборам стрельца их многие критикуют за грубую работу соглашусь что фигурки не идеальные но у них огромное разнообразие интереснейших моделей и идей например есть набор римский транспорт тут и мулы и телега и раненые легионеры вместе с гражданскими можно дополнить фигуру лайнера если делать диораму есть у них например римская конница на марше есть и набор кавалерий в бою выпускают они и набор римский легион на марше такого никто больше не делает разбирать все модели от всех производителей я не стану их реально много и я показал только часть поговорим лучше про наборы германцев так как их меньше чем римлян начнем с лайнера они делают германцев именно на битву в Тевтобурском лесу прекрасный набор вооружение аутентичное доспехами воины не обременены кто захочет сможет дополнить их конверсиями например взять римского ауксилию изменить ему голову на германца и дать германский щит и получится дезертир из римской ауксилии вернувшийся на родину или воин взявший доспехи с убитого врага обращу внимание что отряды германцев на заключительном этапе битвы видимо основательно экипировались римским оружием часть воинов надели трофейные доспехи у многих появились мечи а у кого то эпилумы те кто реконструирует эту битву могут на это обратить внимание при этом надо понимать что иметь доспех и носить их в бою это несколько разные вещи для того чтобы нацепить многокилограммовую экипировку требуется физическая подготовка иначе такой воин быстро устанет поэтому далеко не все германцы нацепили на себя трофейные доспехи так как чувствовали себя в них неуверенно также из таких вот конверсированных воинов можно скомпоновать дружину племенных вождей которые были привычны к ношению доспехов лайнер сделал также набор командования для германцев оригинальный дворочный боец видимо берсек вожди в том числе и с римскими трофеями сцены пыток и убийств в плендах детям такой набор не стоит покупать фигурки от цезарь миниатюр отличные модели германцев есть воины в волчьих шапках берсеки мечники топейщики музыкант жаль что нет лучников а так отличный набор берите его в дополнение к лайнеру фирма хэд делает германскую пехоту но сами посмотрите на эти модели дикие диспропорции тела мне они не зашли не рекомендую их брать есть еще набор от стрельца античные германцы отличные наборы да модели грубоваты и не идеальные но они дают отличное разнообразие для вашей армии из них можно собрать дружину вождя ополченцев и берсеков германскую кавалерию можно закрыть наборами от стрельца в них два набора собственно германские всадники и батавская кавалерия союзников римлян берите оба набора и миксуйте их как пожелаете да они несколько грубоваты но образы у воинов очень брутальные есть старый набор италии варварские войны очень спорный набор с исторической точки зрения но в нем есть ряд моделей которых нет у других производителей хорошие лучники правда без колчанов со стрелами и классные знаменосцы странно что они полуголые но можно долепить одежду пару тройку бойцов без труда и в пехоту пойдут этими наборами можно закрыть армию данного периода соберите свою коллекцию и создайте уникальную армию у себя дома как делать изменения после фигурок и красиво их раскрашивать и оформлять смотрите на нашем канале соответствующих видео ссылки дам в описании к видео и в конечных аннотациях в конце еще немного полезной информации подогнал «Симон» подогнал «Симон» «Симон» подогнал «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...